Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Истомин. Сегодня во время проведения тренировочных занятий на 57-м году жизни от инфаркта скончался отличник физической культуры, тренер-преподаватель секции греко-римской борьбы с дюшор номер 9 Александр Погорелов. Он воспитал трех мастеров спорта и 20 кандидатов в мастера спорта. Воспитанники Александра Эдуардовича неоднократно становились победителями и призерами престижных соревнований. Сегодня состоялся матч за первое место в первенстве России среди женских клубов и команд 1-го дивизиона. Азовская команда «Дончанка» досрочно получила право принять участие в финальной игре. Подробнее о результатах встречи смотрите в следующем сюжете. В городе Крымске Краснодарского края завершился финал первенства России среди женских клубов и команд 1-го дивизиона. Азовский клуб «Дончанка» блестяще выступал на протяжении всего сезона. 114 голов забито и только 4 пропущенных мяча. В борьбе за первое место спортсмены встретились с командой «Енисей» из города Красноярска. Со счетом 1-1 завершилась игра в основное время. Несмотря на добавочные минуты, никому из соперников не удалось забить решающий мяч. Итог игры определила серия пенальти. В финальном матче мы использовали свои моменты, которые были предоставлены в первом тайме и во втором. Не забили в добавочное время то же самое. А дошло время до пенальти. А пенальти – это то все понимают, что это лотерея. Кому повезет, у кого нервы крепче. Но нервы крепче оказались у наших соперников. Поэтому они сегодня победители на первом месте. А мы будем дальше учиться тренироваться, готовиться к следующему сезону. Александр Истомин, Олеся Слынько, Азовинфоспорт. В Санкт-Петербурге состоялся всероссийский турнир по боям смешанного стиля «Вайт Рекс. Дух воина», в котором приняли участие победители федеральных округов. Честь Ростовской области и Южного федерального округа защищал Андрей Гончаров. «Вайт Рекс» – это стартовая ступень для любого бойца, которая позволит подняться на вершину мирового олимпа ММА. Андрей Гончаров тренируется под руководством своего отца практически в полевых условиях. Специализированного зала для тренировок нет. А тренировки наши в основном проходили на улице. Турник, брусья, гири, мешки, покрышки. Сейчас мы ездим в Ростов, в Пересвет клубы, в Клуб Победа. Там Тимур тренирует. Вот так и с миру по нитке. И собрали то, что имеем. Хочу сказать еще то, что всем отцам, которые имеют детей, сыновей, что можно с домашнего условия в окружающей среде тренироваться и достичь результатов. Поблагодарить человека, который нас спонсирует, помогает нам. Денежные эти самые. И душой болеет. Это Запрутского Руслана Петровича. Это первый поезд в Корее Андрея Гончарова. Он знаменателен еще и тем, что азовчанин, несмотря на юный возраст, в 16 лет, боролся на ринге со взрослыми опытными спортсменами. Он показал высокий уровень подготовки и смог тактически просчитать соперника. Все как бы просчитывается до боя, заранее, как будет ведение вообще боя. Ты уже, когда выходишь на бой, тебе остается только, чтобы это получилось. Тогда ты знаешь, что победа будет за тобой. И соперник оказался такой более взрывной, и у него все бои досрочно были закончены. И он не готов был к третьему раунду. Я ему первый раунд дал отбиться, и второй, третий я навязал свое. И так уже был третий раунд мою пользующую и второй раунд. Я ему навязал борьбу, а третий – стойку. Победа в турнире обеспечила Андрею автоматическое попадание в состав сборной России и возможность выступать среди профессионалов на международной арене. В ближайшее время спортсмен готовится к участию в чемпионате Южного федерального округа по панкратиону, который состоится в начале декабря в городе Таганроге. Лаура Иванова, Олеся Слинько, Александр Истомин, Азов Роспорт. В течение пяти дней в азовском клубе Кикфайтер проходили мастер-классы главного консультанта сборной Словакии. Николая Орыщина. Два раза в день спортсмены работали над тонкостями техники кикбоктинга в разделе «Поинтфайтинг». Воспитанники клуба Кикфайтер неоднократно становились победителями и призерами крупных международных соревнований. Азовские спортсмены показывают самые высокие результаты в Ростовской области в разделе «Поинтфайтинг». В разделе, наверное, нужно быть прежде всего спринтером, шахматистом и великолепным актером. Почему? Потому что он требует очень быстро умения, быстро взорваться, то есть нанести серию разнообразных ударов, тем самым заработать бал. Затем боевое мышление, то есть обхитрить своего соперника и своего рода актерство, то есть сделать так, чтобы соперник пропустил ваш удар, тем самым вы набираете бал. То есть обхитрить его какими-то эмоциями, какими-то финтами, какими-то движениями. Семинар проводится в рамках подготовки к чемпионату и первенству России, который состоится 15 декабря в городе Серпухово в Московской области. Главный консультант сборной Словакии по кикбоксингу Николай Арычин считает, что у азовских спортсменов есть все шансы добиться высоких результатов. Знаю, хорошо ваших ребят, особенно приятно, что здесь занимается мой ученик Ваня Овсиенко. Рад, что я могу иметь такую возможность, то, что знаю, современные тенденции, вияния, направления передать вашим спортсменам, в частности, мастерство тренера Игоря Мытникова, спортсменов Антона Мытникова, Ваня Овсиенко. Ребята, которые сейчас работают, тоже довольно-таки неплохого уровня. У всех есть спортивное будущее. Чемпион мира Иван Овсиенко с недавних пор работает в тренерском тандеме с исполнительным директором Азовского отделения федерации кикбоксинга Ростовской области Игорем Мытниковым. Ребята очень выросли технически. Мы с Кубка мира приехали, привезли много медалей. Это как бы, ну, есть результат. То, что мы побеждаем, значит, мы не зря проводим время в спортзале. В данный момент формируется команда для участия во всероссийском турнире. Как всегда, встает вопрос о недостаточном финансировании Азовских чемпионов. В среднем требуется около 15 тысяч рублей на человека. Остается надеяться, что талантливым ребятам удастся поехать на чемпионаты первенства России, чтобы привезти очередные награды. Ализис Кунхо, Александр Истон, Азов Кунхо, спорт. В Кабардино-Балкарской республике состоялось первенство Российского студенческого союза по боксу, на котором воспитанник Азовской секции Руслан Колесников завоевал золотую награду. На минувших выходных в шахтах завершился областной турнир памяти Василия Поталова. Александр Широченко занял первое место. Владислав Бездуганов завоевал серебряную медаль соревнований. Спортсмены тренируются под руководством Павла Высоцкого и Сергея Романенко. Азовская команда картингистов успешно выступила в ряде соревнований. Подробности в нашем следующем сюжете. Картинг – это один из самых зрелищных и перспективных направлений автомобильного спорта. Считается, что картинг придумали американские летчики после Второй мировой войны. Чтобы скоротать время между полетами, они устраивали гонки по летному полю на тележках для вывоза авиабомб. Возможно, это занятие так бы и осталось развлечением для узкого круга лиц, если бы один из бывших летчиков, через несколько лет уже работая механиком на фирме, не представил на автогонках микроавтомобиль, который назвал карт. Что в переводе с английского означает «тележка». В нашей стране первый карт был построен в 1960 году выпускником Автодорожного института Львом Кононовым. Картинг быстро стал популярен, и в 1965 году советские спортсмены уже участвовали в международных соревнованиях. В нынешнем году азовская гоночная команда GK Racing под руководством молодых, но очень опытных тренеров добилась серьезных успехов в соревнованиях по картингу в Краснодарском крае. В составе команды очень юные пилоты, например, братьям Генриху и Герхарду Дюковым по 7 лет. Картингом они занимаются с 4-х летнего возраста. Мы ездили, я был вторым в первом финале, потом я ехал вторым-вторым, а с нами гонял Ирей Микро. Генрих за ним встал, а я их двоих обогнал и приехал первым. Там мы кубки получаем, и медали, и нравится гонять. Мне то же самое. То же самое, одинаково. Мне нравится ездить в другие города. Осваивая технику вождения карты, ребята начали на ростовских трассах. С приобретением всех необходимых навыков потребовались дороги с более качественным асфальтированным покрытием, где машину не сносит и можно быстрее проходить повороты. Теперь ездят тренироваться в основном в Краснодарский край. Пятилетний Георгий уже год занимается картингом. Я в Усабинске ездил. Ну и как ты там летел, расскажи. В Ливень. В Ливень прям, да? Да. Третье место занял. Самое важное для спортсменов – успешные выступления на чемпионате России, первый этап которого прошел в Ростове. Ребята вместе с тренерами мечтают в недалеком будущем стать чемпионами России, для чего упорно тренируются. В нем драйв, скорость. Всем детям известно, что это, особенно мальчикам, это очень сильно нравится. То есть какой ребенок не любит машину, какой ребенок не хочет взять у папы машину, сесть на руки и порулить за рулем. По сути, картинг – это Формула-1 в миниатюре. Однако в Азовской картинг-команде пока нет ни одного азовчанина. Что же нужно для развития зрелищного спорта в нашем городе? Во-первых, нужны пилоты, чтобы пилоты были хорошие, ехали очень быстро, понимали все, разгонялись. Во-вторых, ну очень сильно все упирается, конечно, в финансирование. Тут без финансирования просто никак. Нет бюджета определенного и не будет определенных скоростей. Или там пилот какой-либо не может себе позволить большее количество гонок, принять участие в гонках. Ну как бы все держится пока на родителях. Родители спонсируют своего пилота. Лаура Иванова, Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азовинфоспорт. Завершилось перенство России по хоккею на траве среди юниоров. Соревнования прошли на стадионе села Кулешовка. Воспитанники отделения хоккея на траве с дюшор номер 9 заняли второе место. Спортсмены тренируются под руководством Владимира Конкина и Сергея Зербила. Воспитанники Азовского клуба «Ладья» приняли участие в первенстве Южного федерального округа по шахматам. За призовые места боролись около 400 спортсменов. Несмотря на высокую конкуренцию, азовским спортсменам удалось занять призовые места. Так, закончилось очередное наше первенство Южного федерального округа. Мы, я и со своими учениками, это было уже шестой раз, мы выехали принять участие в таком социальном соревновании. Мы получили отбору к первенству России. И в этот раз нам, наверное, в первый раз за всю историю азовских шахмат детских удалось добиться такого же стата, как призеры первенства ЮФО. До этого такого еще ни разу не было. Соответственно, у нас две девочки, Резенченко и Виктория, она заняла второе место среди девочек до 13 лет. Калмычек и Вилина заняла третье место среди девушек до 17 лет. Мы пробились в высшую лигу первенства России, которая будет в апреле следующего года. Остальные наши участники тоже могли попасть, особенно Иван Заячковский. Он перед последним туром шел на первом месте. К сожалению, проигрыш откинул его аж на шестое место. Было много участников, претендентов. И он занял шестое место из 45 участников. А нашим лидерам остается пожелать удачи, теперь добиться хорошего же стата на первенство России. Ну и стремиться к победам на первом сейфу. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.